Наш следующий гость в студии это кандидат медицинских наук, эндокринолог, научный сотрудник отделения радионуклидной диагностики Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Константин Юрьевич Слащук. Константин Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Последние 20 лет отмечается повышение заболеваемости раком щитовидной железы в мире. Какая статистика распространенности этой патологии в нашей стране и какая из ее форм наиболее распространена? Действительно, заболеваемость раком щитовидной железы увеличивается, но мы понимаем, что это связано не с пандемией рака щитовидной железы, а с увеличением, улучшением качества диагностики. В общем-то, распространенностью и доступностью ультразвуковых исследований, которые делают практически повсеместно, из-за чего эта форма рака и выявляется чаще. В России статистика примерно следующая. Это около 12 до 14 тысяч новых случаев в год. В мире в среднем описывают примерно 200 тысяч новых случаев в год. Такая распространенность у рака щитовидной железы. А что касается форм заболевания, чаще встречаются высоко дифференцированные. Это, наверное, 95% всех видов рака щитовидной железы, которые максимально благоприятно протекают. И в мире, и в России? И в мире, и в России она схожа, да. А при росте заболеваемости специалисты говорят о снижении смертности. С чем это связано? Более чем на 23% такие цифры у меня. Как это можно объяснить? На самом деле смертность от дифференцированного рака щитовидной железы всегда была низкой. Составляет она менее 1%. Речь идет, я думаю, о агрессивных формах, о распространенных формах рака щитовидной железы. И успехи в этой области действительно есть. В последние годы появляются новые таргетные препараты для лечения этих больных, которые системно влияют на все очаги опухоли, которые есть у этих пациентов, действительно увеличивая продолжительность их жизни. А какое место в комбинированном лечении дифференцированного рака щитовидной железы занимает радио-йодотерапия? Радио-йодотерапия – это второй этап лечения после хирургического. То есть всегда проводятся операции по удалению щитовидной железы с опухолью, иногда и какой-то объем удаления лимфатических узлов на шее. И части пациентов после этого требуется терапия радиоактивным йодом для удаления остаточной ткани щитовидной железы, иногда лечения отдаленных метастазов. Она практикуется уже более полувека. На каких принципах она основана и чем обосновано ее применение? Действительно, порядка даже, наверное, больше, чем 80 лет эта терапия применяется в мире. Для сравнения, в России, если я не ошибаюсь, с 1982 года она существует. Принцип основан на способности клеток щитовидной железы и клеток опухоли, высоко дифференцированной опухоли, которая очень похожа на здоровую щитовидную железу, захватывать йод, любой йод, который попадает к нам в организм. Из пищи, с водой, еще каким-то посредством каких-то источников. В данном случае используется медицинский изотоп йода, который точно так же в нее попадает. Имеет определенные типы излучения, которые разрушают эти клетки. Фактически очень таргетно направлено минимальное воздействие на какие-то другие органы. А какие задачи решает радио-йодотерапия при раке щитовидной железы и кому она показана? Совершенно верно было отмечено, что это комбинированный вид лечения. После операции, участие пациентов, относящихся к умеренной или высокой группе риска рецидива, эта классификация включает в себя описание размеров опухоли, признаков ее прорастания за пределы капсулы щитовидной железы, количество и размеры лимфатических узлов и наличие или отсутствие отдаленных метастазов. Пациентам, кому абсолютно показана радио-йодотерапия, это пациенты с отдаленными метастазами, которые, к счастью, встречаются крайне редко, но и пациенты с каким-то достаточно обширным распространением этого заболевания на шее, уже после его удаления. И основная цель, которая преследуется, это, в общем-то, повышение чувствительности и специфичности лабораторного наблюдения за пациентом. Есть очень такой чувствительный маркер, точнее, очень специфичный и достаточно чувствительный, это тиреоглобулин, белок, вырабатываемый клетками щитовидной железы, который после ее удаления должен не определяться в крови или быть минимальным. И вот цель лечения, это убрать оставшиеся клетки, в первую очередь, здоровой щитовидной железы, чтобы улучшить информативность определения этих анализов в крови. Ну и, конечно же, лечение отдаленных метастазов, если они есть у пациента. А какие изотопы йода бы востребованы для терапевтических целей, вот если, например, разница между радио-йодом в капсулах и в жидком виде? Хороший вопрос. Медицинский изотоп йода для терапии только один, йод-131. Он обладает определенным необходимым спектром излучения, бета и гамма. Разницы между терапией радиоактивным йодом в жидкой форме или в капсуле по факту нет никакой. То есть на сегодняшний день нет ни одного исследования, которое бы доказывало, что тот или иной вариант лучше или хуже. Считается, что меньше воздействия на слизистую ротовой полости пищевода и желудка при использовании капсулы. Но тут есть такой нюанс, что при попадании в кровоток из кишечника радио-йод циркулирует и все равно попадает в слюну и проходит весь этот путь просто чуть позже. Возможно, действительно, чуть меньшее облучение вот этих органов. Но оно несущественное и, так скажем, не стоит на этом акцентировать большое внимание. Отдаленные метастазы – это основная причина смерти при дифференцированных формах рака щитовидной железы. Почти 10% пациентов с папиллярным раком и до 25% с фолликулярным имеют отдаленные метастазы. Решает ли проблему отдаленного метастазирования радио-йодотерапии? Да, решает. Это хороший метод. Это самый эффективный из доступных методов лечения отдаленных метастазов рака щитовидной железы. И по разным данным от 50% до 80% пациентов с отдаленными метастазами могут рассчитывать на полную ремиссию после одного или нескольких курсов терапии радиоактивным йодом. Но тут, конечно, речь идет в основном о метастазах в легкие. Существуют также костные метастазы, больше характерные для фолликулярного рака. Они, конечно, лечатся значительно сложнее, и там требуется комбинировать лечение с другим. Только радио-йодотерапией, скорее всего, обойтись не получится. А насколько внутреннее облучение радионуклидами токсично? Каковы радиационные риски и безопасность радио-йодотерапии? Радио-йодотерапия максимально безопасна по сравнению, скажем, с другими вариантами лечения, как химиотерапия, которая в общей онкологии применяется. Поскольку только клетки щитовидной железы и клетки опухоли щитовидной железы, которые еще на нее похожи, захватывают радиоактивный йод, то какие-либо другие органы практически не страдают от дополнительного облучения. Но с одной пометкой о том, что органы выведения йода из организма – это кишечник, почки, мочевой пузырь, слюны и железы – в некоторой степени могут получать определенную дозу облучения. И наиболее частое осложнение после терапии радиоактивным йодом – это именно повреждение слюных желез, что приводит к сухости во рту, боли, отеку. Чаще всего это состояние может купироваться консервативно приемом определенных препаратов, но иногда требуется вмешательство челюстно-лицевых хирургов для того, чтобы восстанавливать отток слюны. И очень редко, но тоже встречается повреждение протоков слезных желез, которые тоже, в общем-то, восстановимы. Вот эти два осложнения, пожалуй, самые частые после терапии радиоактивным йодом. И о каких-то других осложнениях можно говорить только при неоднократных терапиях у одного и того же пациента, обсуждая индивидуально. То есть противопоказания никаких нет? Противопоказания есть. Единственное, пожалуй, противопоказание – это беременность. И относительное противопоказание – это период лактации у женщин. То есть в этом периоде, естественно, во время беременности проведение радиоотерапии невозможно. А каким должен быть эффект радио-йода, чтобы лечение можно было назвать удачным? Когда приходится повторять терапию, если приходится? Первая цель нашего лечения – это исчезновение тереоглобулина из крови, этого маркера опухоли. То есть если мы видим его до лечения и он не определяем в процессе наблюдения в дальнейшем, мы говорим о том, что первая цель достигнута. То есть мы получили неопределяемый уровень тереоглобулина при отсутствии или снижающемся уровне антител к тереоглобулину. Они тоже могут присутствовать и несколько маскировать результаты этого анализа. Кроме того, методы визуализации мы используем. Это ультразвуковое исследование, компьютерная томография, иногда гибридное исследование, сцентография, однофотонно-эмиссионная томография, которые нам показывают, есть ли структурные нарушения, которые могут быть подозрительны в отношении рецидива. То есть наша задача – исключить биохимический по крови рецидив и структурный рецидив у пациента. Тогда мы считаем, что терапия радиоактивным йодом прошла успешно. Спасибо, Константин Юрьевич.